Всем привет! Сегодня 23 июля, Московская область. Я собираю урожай чеснока. Погода нас не радует. Каждый день идут проливные дожди, ветра и плюс еще холод. Днем у нас до плюс 10, а днем максимум 18 градусов. Поэтому самое время чеснок убирать. С этой грядки я уже убрала лук, потом покажу. Остался чеснок. Эта грядка у меня 6-метровая, ширина 80 сантиметров, замульчирована земля была скошенной травой. На этой грядке у меня растут сорта башкирские, харьковские, надежные. Мой чеснок это слон, марада, ростовский и гулливер. Я уже начинаю вырывать его. Вот такой чесночок. Это чеснок гулливер. Особо не видно. Я потом уже, когда соберу, я покажу вам поближе эти сорта все. Вот такой чесночок. Это гулливер. Он довольно-таки крупный, 4-зубчатый чеснок. Мне он нравится. Я его не копаю, просто выдергиваю. Так как земля у меня здесь хорошая, специально для чеснока я готовлю грядку. Довольно-таки крупный. Гулливер мелкий не бывает. Хороший чеснок. Так, ну что, я сейчас соберу, покажу, что делаю дальше после сбора. И покажу вам все сорта, которые я в этом году высаживала. Большинство сортов... Итак, после сбора чеснока я набрала в бочку воды, разбавила там фитоспорин, сделала его, видите, цвета такого чая. И буду мыть чеснок. Я чеснок мою всегда. И хранится он замечательно. Сейчас промою, покажу. Все. Чеснок чистый. Смотрите, какой красивый. И хранится он при этом очень и очень хорошо. Не нужно пугаться, что мытый чеснок не будет храниться. Ничего подобного. Я делаю так каждый год, и он прекрасно хранится. Вот он. Смываю всю грязь. Раствор фитоспорина делает свое дело. И все замечательно. Вот. И таким образом я его буду подвешивать. Стебель я не срываю, не обрезаю сразу. Подвешиваю вниз головой. И просушивается у меня в сухом проветриваемом месте. И все замечательно. В общем, сейчас я беру весь чеснок, промою и покажу вам те сорта, которые я выращивала в этом году. Чеснок я подготовила к дальнейшему просушиванию. И хочу показать вкратце те сорта, которые я выращивала в этом году. Сорт Гулливер. Крупная головка. Имеет 4 очень крупных зубца. Хранится отлично. Вкус острый. Два новых сорта для меня в этом году. Это сорт Марадо. Это мне присылала зрительница моего канала. Имеет, ну я примерно посчитала, 8-10 зубчиков. Тоже смотрите, довольно-таки крупная головка. Посмотрим, как будет в хранении и на вкус. Головки у Марадо здесь у меня есть, конечно, разные. Есть, видите, и поменьше. Чеснок красивый. Это чеснок ростовский. Но это не название чеснока, не название сорта. А я его так называла, потому что зубцы я привезла из Ростова. Я его пробовала, мне он понравился. Вот такой многозубковый. Есть и 5, и 6, и 4 зубчика. Они такие округлые. Вкус полуострый. Мне он понравился, поэтому я из Ростова привезла этот чеснок на размножение. И хранится он тоже хорошо. Такой красивый. Дальше. Это мой уже сорт. Выращиваю, даже не знаю, сколько уже его лет. Называется слон. Очень крупный чеснок. Смотрите, моя ладошка. И вот он, чеснок. Здесь бывает и 7, и 8, и 9 зубчиков. По-разному получается. Белого цвета, вкус острый. Хранится просто отлично. Каждый год его выращиваю. Следующие у меня новинки. Это мне тоже прислала зрительница канала. Бульбочки. И я вырастила чесночок. Это башкирский. Как-то он получился, видите, и однозубкой, и однозубка разделилась. В общем, чеснок башкирский. Посмотрим. Хочу его попробовать. Дальше у меня чеснок тоже из бульбочек. От зрительницы. Это сорт надежный. Вот такой он. Тоже однозубка. Но не знаю, будет с него толк или нет. Потому что качество однозубок не очень хорошее. В этом году. И также она прислала мне бульбочки. Это сорт надежный. Вот так он выглядит. Хорошие однозубки возьму. Посажу в зиму. Посмотрим, что получится. Вот такие сорта. Что хочу сказать в этом году по чесноку. Какого он качества. Скажу так. Бывали года, когда чеснок был и получше. Ну, и в этом году и неплохо, собственно говоря. Иногда пишут в комментариях. Вот пробую хранить чеснок, и он совсем не хранится. И в банках, и в коробках, и на чердаках. И чеснок не хранится. Знаете, я здесь вижу один только выход. Это сменить сорт чеснока. Потому что не все зимые чесноки, если можно так сказать, они хорошо хранятся. Вот есть сорта, который, ну, что бы ты ни делал, не будет он храниться. Поэтому подберите себе такой сорт, который действительно будет храниться. Как я уже показывала, что чеснок я обязательно мою. Это делаю уже несколько лет. До этого чеснок не мыла. Я хочу сказать, что по моему мнению, что чеснок мытый, он хранится лучше. Все-таки смывается вот эта грязь, какие-то заболевания, может, трипсы, еще что-то. Нужно смывать в растворе фитоспорина. Очищать, снимать рубашку дубела. Чтобы здесь не было ничего такого. И чеснок, по моему мнению, хранится лучше. Не знаю, у кого какой опыт, напишите. Мыете вы чеснок или нет. Теперь что буду делать. Разберу чеснок. Если у меня чеснок, конечно, и не очень хорошего качества. Вот, видите, гульвер, допустим, он уже треснул. Здесь какие-то заболевания пошли. В общем, не кондиция. Конечно, я этот чеснок буду браковать. И сейчас использовать на закрутке. И просто в приготовлении использовать. А весь хороший чеснок отберу. Буду его связывать. Вот четыре. Пять, шесть. Ну, примерно по семь головок. Вот таким образом свяжу нитью. Вот здесь. И буду подвешивать головками вниз. Вот таким образом я просушиваю. Вешаю под крышу на веранде. Буду в этом году сушить. И таким образом он у меня будет высыхать головой вниз. Когда высохнет вот эта вся зеленая ботва, я буду обрезать примерно на 10-15 сантиметров. Оставлять ножку. И все. И хранить в коробке в сухом месте. В сухом темном месте. Таким образом будет высыхать чеснок до состояния шуршания. Здесь ему хорошо. Хороший сквозняк, тень. Затем ботва вся высохнет. Я обрежу и уже буду убирать на хранение. Но это будет еще не скоро. Я вам не показала еще лук. Сегодня собрала часть лука. Это не весь. Еще красные луки у меня. И в этом году мое упущение у меня. Он заболел пеноспориозом. Он, конечно, не пойдет на зимнее хранение. Это точно. Это так. Сейчас на заготовке, на летнее потребление и на осень. Все. В зиму он у меня не пойдет на хранение. Ничего. Я не расстраиваюсь. Учту свои ошибки в следующем году. И все будет нормально. Эксибишн я еще не собирала. Рановато. И слава богу, он у меня не заболел. Потому что я его высаживала совершенно в другое место. И, видимо, там ему намного лучше. А у меня на сегодня все. Я вам желаю хороших урожаев. Всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok